Добрый день! Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Меня слышно? Видно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Добрый вечер всем! Добрый вечер! Или вы включились, но отошли куда-то? Кто здесь? Поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы я видела, что можно начинать. Что такое? Неужели не работает чат? Друзья, меня слышно и видно? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Добрый вечер! Меня зовут Элина Ибрагимова. И сегодня у нас исключительно психологический вебинар на тему денег. Кому будет полезен этот вебинар? Естественно, всякому, кто хоть раз задумывался. Да, добрый вечер! Добрый вечер! Кто хоть раз задумывался, замечал, как одни люди легко зарабатывают деньги, а кто-то тяжелым трудом. Кто-то зарабатывает деньги играючи, а у кого-то сходят три шкуры в этом процессе. Кто-то зарабатывает быстро большие доходы, ну а кто-то всю жизнь сводит концы с концами. Хотя эти люди на самом деле могли иметь абсолютно одинаковый старт в жизни. И вот вы никогда не задумывались, от чего так бывает, почему так происходит? Я задумывалась. И сегодня я хотела поделиться этим мыслями с вами. Этот вебинар будет очень полезен и послушать записи тоже. Но тех, кто присутствует на площадке, я особенно поздравляю, потому что сегодня, естественно, при вашем желании, будет практически индивидуальная работа с каждым. После того, как мы сделаем одно упражнение. Но об этом чуть позже, я обещаю, что вам понравится. Возьмите, пожалуйста, ручку и бумагу, потому что нужно будет письменно записать около 15 предложений. Я вам дам пару минут сейчас. Значит, берем ручку, бумагу и после этого ставим плюсики в чате о том, что вы готовы. Мы будем делать одно упражнение, которое выявит наши негативные установки по поводу денег. Ну и я уже сказала, что я обещаю вам понравится. Все, ждем пару минут тогда, пока участники чата возьмут ручку и бумагу. Все, вижу, в чате начали появляться плюсики. Подождем еще немножко. На самом деле материал этого вебинара я уже однажды давала на закрытом обучении. И могу вас доверить, что действительно, если сейчас отработать то, как мы с вами поработаем полностью, а потом напрячься, да, это непросто, но именно сделать то, что я предложу вам сделать, то ваша жизнь изменится действительно. И лично я, ну, живой, ходячий пример этого, о чем я тоже немножко позже скажу. Вот. Так, все готовы, потому что я вижу... Сейчас, одну секунду посмотрю. Я так понимаю, что раз плюсики прекратились в чате, значит, все готовы. Вот. Прежде чем мы начнем, я бы хотела поговорить вот о чем. Кстати, если меня вдруг будет плохо слышно, вы, пожалуйста, пишите в чате, я за ним наблюдаю постоянно. И я подниму тембр голоса, скажем так. Вот. Итого, о чем я хочу поговорить, прежде чем мы начнем с вами вот заниматься непосредственно, зачем мы здесь собрались. Замечали ли вы? Я уверена, что замечали, просто сейчас я хочу, чтобы вы вспомнили эти разные ситуации в своей жизни. Что некоторые люди, несмотря ни на какие преимущества, несмотря ни на какие аргументы, которые вы им говорите, привозите, просто отказываются от возможностей в своей жизни. Естественно, вы видите это как возможность. Окружающие люди могут это видеть как возможность. Но только не этот человек, который отказывается от этой возможности, которая пришла на его жизненный путь. Да, можно погромче. Итак. Почему многие люди отказываются от тех возможностей, которые приходят в их жизнь, неважно в какой сфере жизни. То есть в личных взаимоотношениях, на работе, в бизнесе, в здоровье, например, опять-таки. Ну так вот, человек может отказываться от очевидных возможностей своей жизни по двум причинам. Первая причина – это то, что у него ослабла воля. То есть он утратил волю к сопротивлениям жизненным неурядицам. Покорился судьбе, так сказать. И принял и смирился с тем, что дальше так же и будет в его жизни. Он смирился с тем, что трудности дальше будут в его жизни. Что дальше будут проблемы с деньгами, с семьей, со здоровьем. Может быть, не обязательно проблемы, но что ситуация будет такая же и примерно, ну, особо не изменится. Касательно здоровья, может быть, вы видели и слышали, когда приходишь, например, в больницу, очень часто врачи говорят такую фразу, но это же возраст, а что вы хотите? Ну так вот, это человек, который уже отказался от возможности быть здоровым, например, да, после определенного возраста. Следующая причина, почему человек отказывается от возможности, это потому, что у человека в его карте реальности просто нет места для вот этой возможности. В карте реальности человека, я сейчас поясню, что это такое, нет места, например, для возможности чуда, для возможности встречи своей настоящей любви, второй половинки. Нет места возможности зарабатыванию каких-то больших денег, прикладывая не такие уж и большие усилия, или делая это играючи. Нет места для успеха, который он может достигнуть в своем возрасте. И так далее, и тому подобное. Что такое карта реальности? Наши убеждения формируют нашу карту реальности. Я надеюсь, со мной никто не будет спорить о том, что каждый человек не воспринимает реальность полностью такой, какая она есть. Я думаю, что это достаточно очевидно. Ни один человек в мире не видит реальность таковой, какой она на самом деле является. Каждая из нас видит ее через призму своего восприятия. А из чего формируется наше призму восприятия? Она формируется из нашего личного опыта, личного прошлого опыта. И из того, что об этом говорят наши значимые другие. Наши значимые другие – это наши родственники, родители, друзья, учителя в детстве, потому что очень большая картина реальности формируется в детстве. Начиная, естественно, с родителей, потом детский садик, школа и так далее. И если в прошлом у человека не было успеха, не было чуда в жизни, не было возможности, да еще если ваши значимые другие, да, в астрологии это называется, кстати, третий дом, если здесь кто-то есть, кто интересуется астрологией. Если еще значимые другие не верят во что-то подобное, из вышеперечисленного, да, как вы думаете, вы ухватитесь за возможности? Конечно же нет. Ибо наш ум оценивает все приходящие возможности в жизни с точки зрения через призму нашего восприятия. А плюс еще, если мы учтем тот факт, что ум – это машина, ориентированная исключительно на прошлое, то есть ум опирается только на наш прошлый опыт. У него нет видения, что ли, будущего. И одна из основных этологических программ, которые заложены в человеке, которые помогают выполнять наш ум, это программа выживания. Соответственно, вот если мы рассматриваем нашу жизнь, да, с точки зрения нашего ума, то ты же, я же выжил, ум говорит, я же тебе помог выжить до этого момента. И это все, что имеет значение для ума. Для ума неважно, был ли ты счастлив в те моменты вот в своей жизни, да, которые ты выживал. Хочешь ли ты побольше квартиру, хочешь ли ты другие взаимоотношения со своим супругом или супругой, хочешь ли ты себе, ну вот, может быть, что со здоровьем, да и то не всегда. В общем, смысл в том, что ум ориентируется исключительно на наш прошлый опыт. И более того, оценивает наш прошлый опыт с точки зрения плохо-хорошо только с точки зрения выживания. Если это привело к выживанию, это хорошо. И, соответственно, если бы не привело, то это плохо. Но если бы оно не привело, то мы бы с вами здесь не сидели. Вот. И сейчас что я хочу сделать? Это сделать с вами одно психологическое упражнение, которое именно покажет нам призму. Вот каждый из вас увидит призму своего восприятия, свою карту реальности, которое сформировано вот здесь вот в голове по поводу денег и по поводу своей ситуации в деньгах. Вы, пожалуйста, приготовьте ручки и бумагу. Ставьте плюсики, что вы готовы. Я скажу инструкции, потому что инструкциям нужно будет следовать буквально дословно, чтобы у нас все получилось. Итак, сейчас мы будем делать легкий тест на выявление 15 базовых установок про деньги. Почему базовых? Потому что на самом деле их намного больше. Но именно вот эти базовые установки определяют фундамент, что ли, можно сказать, всего, на чем строятся дальнейшие наши установки касательно денег, зарабатывания денег, удерживания денег и так далее. И поэтому исправлять что-то у себя в голове нужно, естественно, начинать именно вот с этих 15 базовых установок. Смотрите, как мы будем работать. Я буду проверять. Я прочитаю первую часть предложения. И после этого замолчу. И вам нужно будет дописать то, что у вас созрело как продолжение этого предложения. При том, что вам нужно записывать именно и первую часть, которую я читаю в предложении, и вторую часть. Ну вот, например, да, я диктую. У меня летом всегда... То есть вы записываете у меня летом всегда, а потом записываете первое, что пришло вам в голову. Тут, конечно, легко себя обмануть, скажем так, что-то подумать и все. Но поверьте мне, я вас не заставлю ни в эфире, ни куда-либо выкладывать то, что вы напишете. Это исключительно для вас. Поэтому в ваших же интересах писать действительно то, что первое пришло. Кстати, это может прийти как голосом мамы, бабушки или учительницы, так и поговорка из короговорка, которую вам кажется, что все знают на эту тему. И как-то она так подходит под это предложение. То есть ум может информацию выдать абсолютно в любой обертке. Вам нужно просто ее взять, именно вот отловить то первое, что пришло на ум, и записать после того, как вы услышали мои слова. Соответственно, мы пишем и первую часть предложения, которую я диктую, и вторую часть предложения, которая приходит к вам на ум. Я буду давать время, чтобы у вас было время записать все это. Смотрите, если вдруг я презентовала первую часть предложения, вы ее записали, а на ум в этот момент к вам ничего не пришло, то оставьте. Переходите к следующему предложению. Потом может возникнуть две ситуации. Либо, допустим, дописывая следующее предложение или предложение еще после этого, вам как-то придет на ум и осенит, можно сказать, да, что надо было бы написать вот в предыдущем предложении, которое вы оставили недописанным, то вы вернитесь и допишите. А может случиться так, что как вот вы не думаете над этим предложением, ничего дописать у вас не получается. И так тоже бывает. И это тоже нормально. И я скажу потом, что с этим делать. То есть просто давайте поработаем каждый сам для себя, искренне. И, ну, в принципе, не зря же мы здесь сегодня собрались, да, и тратим на это свое время. Так. Все поняли? Начинаем? Плюсики поставьте, пожалуйста. Инструкции поняли? Поставьте плюсики. Сегодня, видимо, барахлит интернет немножко, потому что чат прям откровенно притормаживает. Все, вижу, пошло какое-то писание. Поэтому те, кто слушает нас в записи, не пугайтесь, видимо, слабый интернет. Так, одну секундочку. У меня тут сообщение от желающих. Сейчас, одну секунду. Потерялся человек моей структуры, который не может зайти на вебинар. Немножко непонятно почему. Я сейчас ему помогу. Пожалуйста, проявите терпение. Продолжение следует... Хорошо, видимо, эта проблема не так легко решается. Давайте начинать. Итак, я предлагаю предложение пронумеровывать, потому что таким образом вам потом будет легче понять, что сделать с этим. Итак, цифра 1 ставим. Записываем первую часть предложения, а потом продолжаем то, что вам первое пришло в голову. Итак, первое. Изобилие бывает только у... Изобилие бывает только у... Изобилие бывает только у... Я надеюсь, что у... Я надеюсь, все написали второе. Если кто-то не успевает, пишите в чате, пожалуйста, я приторможу. У кого много денег, тот... У кого много денег, тот... Третье. В жизни человека главное Четвертое. Четвертое. Чтобы многое иметь, нужно. Чтобы многое иметь, нужно. Пятое. Подарки. 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 Я чувствую свою ценность. Если. Подарки. 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 Все участники чата, для тех, кто к нам присоединился, мы сейчас в процессе того, что делаем психологическое упражнение, которое позволит нам выявить 15 базовых установок про деньги. Я вам предлагаю взять ручку и бумагу и сейчас дописать предложение вместе с нами, а потом, когда мы закончим, вы мне скажете, какие предложения под какими номерами вы пропустили, и я повторю. Я думаю, что те, кто с нами с самого начала, войдут в положение, поскольку это действительно важно, это действительно то, что меняет жизнь. Один из кирпичиков, скажем так. Поэтому берите, пожалуйста, ручку и бумагу, и мы сейчас, я с вашего позволения, старенькие участники, скажем, да, вебинара, повторю немножко инструкции. Новые участники вебинара, когда вы готовы с ручкой и с листочком, пожалуйста, поставьте мне плюсы в чате. Я вам кратко повторю инструкцию, потом мы доделаем упражнение, и после этого я скажу, расскажу, опять-таки, достаточно кратко, зачем все это нужно. А более подробное описание того, что у нас было, вы сможете послушать с записи. Поэтому давайте, я жду, пока вы возьмете листочек и ручку, и ставьте плюсики в чате, чтобы я знала, что продолжаем делать упражнение. Те, кто с нами с самого начала, пожалуйста, не переписывайте. Если вы уже написали какое-то предложение и закончили его, не нужно переписывать, не нужно делать его лучше. С ним ничего не нужно делать, просто оставьте. Чат молчит. Те, кто к нам присоединились, вы просто послушать, но вы будете потом жалеть, что не сделали это. Или вы побежали все за листочком и бумагой. Не могу понять. Или у меня подтормаживает интернет, и я не вижу того, что вы печатаете. Видимо, одно из трех. Поэтому еще немножечко подожду. Я прошу вас взять ручку и листочек и написать плюсики в чате о том, что вы сделали это. Чтобы я знала, что можно продолжать. Что-то кто-то пишет, поэтому посмотрим. Идем дальше. Хорошо. Так, скажите, пожалуйста, на каком? На шестом мы остановились, да? Итак, насколько я помню, мы остановились на шестом предложении. Я чувствую свою ценность, если... Шестой записали. Дальше. Седьмое. Деньги в жизни. И продолжаем. Деньги в жизни. Восьмое. Деньги нужны для... Деньги нужны для... Деньги нужны для... Деньги нужны для... Девятое. Деньги. Деньги. У женщин. Помните, пишите первое, что придет в голову после того, как я скажу эти слова. У женщин. Деньги. И записывайте и первую часть предложения, и вторую. Десятое. Когда у женщины есть мужчина, то деньги. Когда у женщины есть мужчина, то деньги. Деньги. Одиннадцатое. В моей семье деньги. В моей семье деньги. Деньги. Двенадцатое. Деньги и я. Деньги и я. Записываем и первую часть, и вторую часть предложения. Не даем уму себя водить за нос. Пишем первое, что приходит на ум. Неважно, каким голосом оно звучит. Тринадцатое. Я даю деньгам. Я даю деньгам. Четырнадцатое. Я чувствую деньги как? Я чувствую деньги как? И пятнадцатое, последнее. Богатые люди. И продолжаем. Богатые люди. Если все закончили, поставьте плюсики в чате, пожалуйста. Пойдем дальше. Плюсики в чате, если вы закончили писать. О, вижу, чья-то жил. Замечательно. Вот смотрите. Прочитав эти 15 предложений, вы уже примерно, каждый сам для себя понимает, насколько хороша или плоха ситуация. То есть, ну как плоха, требующая корректировки. В вашей голове по поводу денег. Вот и все. Теперь смотрите, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Есть ли те из вас, кто не смог написать ничего в каком-то из предложений? В одном, в двух, в трех, там и так далее. Вот просто ничего. Мало чего, если не хотите признаваться? Так бывает. Это на самом деле просто ловушки психики. Я сейчас объясню, что это значит. Могут быть и те, кто сначала не мог ничего написать, а потом все-таки, когда мы делали другие предложения, записывали, вернулся и дописал. Вот. Пятое и девятое кто-то не смог написать. В общем, смотрите, как работать вот с этими предложениями, установками, в которых вы не смогли ничего написать. Вы их обводите кружочком и оставляете на самое последнее место. То есть, все, что я скажу сейчас, что нужно делать, чтобы исправить, да, вот ту ситуацию, которая вот перед вами в этих 15 предложениях, вы сначала все это делаете, абсолютно не трогая и, ну, можно сказать, забывая про вот, ну, например, да, пятую и девятую установку. А после этого только вы возвращаетесь и работаете с этими двумя установками. Вот это все, что вам нужно знать. Если вы, значит, не смогли дописать какое-то предложение, это значит, что в психике у вас так называемое слепое пятно. То есть, это точка боли. Это означает, что тогда, когда формировалась эта часть вашей карты реальности, вашей призмы восприятия денег, там, установок и так далее, что-то случилось, что непосредственно отразилось болью именно вот по этой теме установки. Да, если мы возьмем вот пятую, первую это про подарки и девятую это про женщину, у которой есть деньги. Если вы вообще ничего не смогли дописать, это значит, что вот это вот слепое пятно и точка боли, она у вас есть в психике, но и вы с ней никогда раньше не сталкивались. То есть, фактически вот сейчас, это первый раз, когда вы обнаружили, что опа-на, ну, у меня есть точка боли, да, слепое пятно. Вот. Если, значит, вы сначала их оставили, какое-то предложение, а потом почти сразу же вернулись и дописали их каким-то, внимание, позитивным утверждением, да, ну, вот, к примеру, да, двенадцатая, если мы возьмем, деньги и я враги. Ну, это явно не позитивное утверждение. Но хотя бы деньги и я друзья, это уже можно считать позитивным утверждением. Весь вопрос в том, насколько оно конструктивно и насколько оно вам помогает. Но, по крайней мере, это позитивное утверждение. То есть, вот, если вы вернулись и дописали какую-то вот, какую-то из установок именно позитивными утверждениями, значит, на самом деле, слепое пятно есть, но в течение жизни вы уже несколько раз соприкасались с этой темой в каких-то разных жизненных ситуациях и, ну, подлатали ее, скажем так. То есть, проблема-то есть еще, но она не такая глобальная. И это просто значит, что вам будет легче это все преодолеть. Ну, у кого чудесная картина, кто считает, а у кого прям супер ужасная, если хотите, напишите в чате. Так, чтобы я примерно поняла, как в дальнейшем действовать. А пока вы пишете, я вам скажу следующее. Что на самом деле, я не знаю, чем это вызвано и даже не берусь рассуждать на эту тему. Но по статистике, которая ведет наука психологии, практически у 90% людей есть запрет на принятие денег. Представляете, 90%. Потому что в голове у этих людей действует одна или несколько вот из следующих установок. Например, это нечестно, я эти деньги не заработала. Если вы так думаете, или когда-то думали, или еще что-то, увы, это значит, что у вас запрет на принятие денег. Или же он унижает меня, или она унижает меня, просто давая мне денег. Здравствуй запрет на принятие денег. И при том подсознательно. Это значит, что сознательно, вы даже не осознавая того, что вы делаете, будете делать все, чтобы защитить себя от денег. Звучит глупо, но действительно в жизни так и происходит. И это и объясняет, о чем мы говорили, что, почему люди не видят возможности или не верят в эти возможности. Вот в чате пишут, значит, дописала в позитивном ключе, не успевала сразу написать. Это хорошо, но в любом случае я все равно рекомендую вот именно с этими установками поработать в самом-самом конце. Средничок. Ну, так у многих. Вот мы же сейчас разбираем, да, то, что 90% людей запрет на принятие денег. Ну, куда это дело годится? Вот еще одна из установок, которая сигнализирует нам о том, что у нас запрет. Если ты просто так получишь деньги, то потом последует расплата. Все слышали? Или бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Вот она, например, моя установка. Только у меня папа выражался немножечко более смешно, можно сказать. Но смысл тот же. Еще есть люди, которые думают, что на деньги сбрасывается много негатива, и поэтому брать, поднимать пользенное нельзя. С одной стороны, как-то вроде как головой думаешь об этом, может быть, и имеет смысл. Но на самом деле психика воспринимает это как запрет на принятие денег, подарков, подарков от вселенной, сюрпризов и так далее. Соответственно, смотрите, вот прочитав эти 15 установок, вы сами уже можете сделать большие выводы о том, почему в вашей жизни складывается та или иная ситуация с деньгами, насколько легко они у вас зарабатываются или насколько быстро они спускаются в трубу и почему. А вот теперь задумайтесь, ведь у нас есть такие базовые установки в каждой сфере нашей жизни касательно женщин и мужчин, внешности, взаимоотношений и любви, воспитания детей, касательно успеха, касательно власти, касательно дружбы, касательно враждебности мира вокруг нас или наоборот его дружелюбия. Понимаете? То есть я однажды разговаривала с гениальнейшим психологом нашего времени Евгений Бродецкий, если кому-то интересно, и он сказал такую замечательную фразу, что мы все машины, мы все роботы. Ну понятно, что это было там с ногтягом сказано, и у него свои, у кого много денег, тот жмот пишут. Очень смешно, классно. Но надо поработать с этой установкой. Почему? Потому что, ну вот я-то же не жмот, поэтому я буду бедным и гордым, да? Ну а нафига такое счастье? Давайте будем счастливыми и богатыми лучше. Вот. Ну так вот, к чему я? О том, что он мне сказал, что мы все роботы, биороботы. И действительно, когда вот начинаешь копаться в психологии и раскладывать вот жизнь, сферы жизни, да? Здесь 15 базовых установок, а вообще на самом деле это еще не базовых, там штук 30 еще точно наберется. В этой, в любви, во взаимоотношениях, в карьере, ты действительно понимаешь, что вот оно как-то так сложилось, и я теперь в тот человек, да, который вот живет по этим программам. Ну так можно и не жить на самом деле. И с этим можно многое что сделать. Кстати сказать, если у вас будет желание, вы также можете дописать этот список из 15 установок и поработать более плотно. Как это сделать? Как это сделать по поводу денег, я сейчас скажу в общем контексте, как вот вообще сделать что-то с установками по поводу вообще вашей жизни в какой-то каждой конкретной области. Ну, соответственно, чтобы что-то сделать со своими установками, нужно их сначала найти, выявить. Соответственно, надо сначала написать список, своих существующих установок. И лучше начать с одной области, как мы, например, сейчас с вами сделали с области денег. Ну, потому что не будем отрицать, да, деньги это одна из основных энергий в мире. Что-то, что есть у каждого и что-то, что постоянно течет и меняется. И что-то, что каждый хочет в своей жизни. Поэтому это очень важная область в своей жизни и начинать разбираться, может быть, в 21 веке имеет большой смысл именно с нее. Помните о том, что все установки семейные. Но, тем не менее, могут быть еще ваши личные установки. Соответственно, когда вы ищете свои установки, как вам кажется, вы вспоминайте, а если живы родители и члены семьи, то вы идите с ними и пообщайтесь. и вы можете смело спрашивать у мам, у пап, у бабушек, у дедушек, что они думают про деньги. Не знаете, как спросить, вы спросите просто так. Бабуль, а что ты думаешь про деньги? А про богатых людей? А про зарабатывание денег? И 100%, 2-3 поговорки и фразы какие-нибудь такие устоявшиеся, вы точно услышите. Теперь, как смотреть? Вот есть семейные установки, да, вот мы исходим из семьи. Наша реальность в том числе формируется тем, что говорят по какой-то теме наши значимые другие. А есть наши личные. То есть, это то, что вот из этой чаши перелилось к нам, а что-то не перелилось. Вот как отличить одно от другого? Вот если у вас внутри, когда вам, ну, допустим, бабушка ваша, да, говорит, ну, не знаю, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, появляется внутри чувство солидарности, ну, вот, да, так, или наоборот чувство протеста, да нет, что она там старая понимает, да, или до времена изменились, да все не так, и я тебе сейчас докажу, покажу, объясню, или, ай, что объяснять, уже сто раз, как говорится, разговаривали об этом, и толку нету, то есть, любая эмоциональная реакция, неважно, в плюс она, то есть, как солидарность, или в минус, как отрицание, негатив, или, ну, махание рукой, скажем так, это, к сожалению, любой эмоциональный окрас, к сожалению, означает, что эта установка является вашей тоже, поэтому спокойненько ее записываем в список себе и работаем над тем, чтобы ее исправить, переустановить, как говорят психологи, а вот если, например, мамина установка или бабушкина установка, неважно, то есть, вам озвучивают эту фразу, а внутри, вот, ну, ничего не колышется, то есть, ну, каждый имеет право думать, как он думает, или, ну, ну, и что, ну, ладно, ну, вот, как-то, понимаете, как-то так, то есть, нет эмоционального окраса внутри, не поднимается вот тут вот внутри ничего, ни в плохую, ни в хорошую сторону по поводу этой установки, то, поздравляю, эта установка вам не принадлежит, она может принадлежать вашей семье, вашей маме, бабушке, дедушке, там, так далее, но она не принадлежит вам, вас каким-то образом пронесло, вот, теперь, шаг второй, после того, как мы выявили все наши установки, я вам сейчас так подробно даю алгоритм действий, потому что, на самом деле, так можно проработать любую сферу своей жизни, было бы желание, понимаете, и была бы цель это сделать, цель, что-то изменить в своей жизни, а что-то изменить в своей жизни, можно только изменив свои действия, и так, вот, мы написали список установок, негативных наших установок про деньги, например, да, сейчас, кстати, давайте вот поможем друг другу, кто может вспомнить в семье, у кого какие, вот такие вот негативные установки были из разряда бесплатный сыр, бывает только на мышеловке, кто-то хочет поделиться, вот так вот, потому что, поверьте мне, у нас у всех, особенно те, которые вот семейные по роду передаются установки, они вот прям практически идентичны, и приходится с ними работать. Ну ладно, пока вы пишете по желанию, я пока дальше расскажу, что делать. Значит, шаг второй, это то, что нам нужно переписать наши негативные установки на позитивные. Кстати, вот еще хочу рассказать, что после того, как я в прошлый раз дала эту тему на закрытом обучении, ко мне обратилась женщина, которая сказала, потому что я предложила там людям присылать мне список установок своих, чтобы я проверила, насколько правильно негативные установки были переписаны в позитивные. соответственно, как мы их переписываем, да, два слова. Естественно, без частицы не, и только в позитивном ключе. Сегодня могу сделать небольшой подарок. я напишу сейчас в части свою электронную почту. Если хотите, можете присылать мне уже, можете два варианта присылать, старый, вот как бы первоначальный список негативных установок своих и новый список, который вы переписали как позитивные, прежде чем вы начнете их переустанавливать у себя, чтобы точно убедиться, да, что не нужно эту работу будет делать по три раза. Итак, вот, в чате как бонус для тех, кто присутствует сегодня на вебинаре, есть мой адрес электронной почты. Если вы хотите, перепишите его себе и пришлите мне эти два списка. и я с точки зрения психологии посмотрю и подкорректирую, потому что будет очень обидно это сделать не так уж и просто, переустановить свои установки. И будет действительно очень обидно, если вы переписали, как вам показалось, проделали работу, чтобы это переустановить, она у вас переустановилась, а вот и ныне там, потому что переписана она была не совсем так. Вот. Теперь пример, значит, про ту женщину. Почему я его привожу? Для того, чтобы вы поняли, что не каждая установка, которая у вас звучит более или менее позитивно в списке, действительно является позитивной. Так, приведу пример, сейчас секунду. Например, когда у женщины есть мужчина, то деньги у мужчины. Вот это была установка этой женщины. Что случилось в реальности в ее жизни? то, что когда у нее отношения и замужества, она сама того не осознавая, думая, что она делает абсолютно правильно, начиная, ну, ныкает деньги от мужа, ныкала деньги от, ну, молодого человека, от жениха, да, скажем так, врала по поводу того, как она зарабатывает и так далее. И всегда собирала деньги на черный день. какой был этот черный день на случай, если он меня бросит, а все деньги же у него, и он уйдет и заберет еще все деньги с собой. Понимаете? То есть, казалось бы, ну, вроде ничего такого, ну, у мужчины же деньги и у мужчины. А на самом деле игры, которые играет с нами наш разум, они просто удивительные. про негативные установки можно пример. Понимаете, я же просто прошла этот, я сейчас попытаюсь привести пример. Если у кого-то есть, помогите мне, напишите в чате, потому что загвоздка вся в том, что я писала эти все 15 установок, и я их все у себя уже переустановила. И вот сейчас, читая их, вот хоть убейте, я не могу вспомнить свою первоначальную версию. И это является показателем того, что переустановка прошла успешно. Соответственно, я сейчас могу выдавать только позитивные примеры установок, вот как они у меня из этих 15. Вот, спасибо большое. Пишут. Деньги, помните, деньги это, вот, деньги в жизни, зло, например, или деньги зло, да, у кого много денег, тот жмот. И вот, ранее в чате, да, делились с нами. Соответственно, я не жмот, и я буду бедным. Вот этот, какой месседж посылается из подсознания, в сознании, и руководит нашими действиями. Богатые люди злые, например, а я же добрая девочка, поэтому я никогда не буду богатой. Понимаете, да, как вот ум играет с нами выигрывают. Или богатые люди часто злые. Ну, это не важно, там, вот, как оно более жестко звучит или менее жестко. Понимаете, да, что это все, ну, ведет, является негативной установкой, потому что оно негативно отражается на нашей жизни. Еще пример. у женщин деньги не водятся. Вот, например, еще вторая установка, которая была вот у женщины, которая ко мне обратилась. У женщин деньги не водятся. А что она? Она на тот момент была одна, соответственно, работала на работе, зарабатывала деньги. С установкой. Вот. У женщины деньги тают в руках. С установкой, что у женщины деньги не водятся, или у женщины деньги тают в руках. Что происходит? Либо транжируются деньги, осознанно или неосознанно, либо начинает человек настолько копить на черный день, потому что а вдруг что? Ведь деньги-то у женщины не водятся, а я женщина, значит, я в принципе не могу иметь денег, значит, ту зарплату, которую я сейчас получаю, с этим что-то не так и так долго не может продолжаться, а раз так долго не может продолжаться, значит скоро меня, наверное, уволят или изменится моя зарплата, а как же я буду жить, значит, нужно выживать, значит, нужно отложить на черный день. И вместо того, чтобы пребывать в состоянии женщины, в состоянии расслабленности, удовольствия от жизни, удовольствия от мужчины, от себя, от красоты, от каких-то вкусняшек, да и пусть даже покупок там, не всегда рациональных, да, дай бог, чтобы только недорогих, скажем так. Вот. И вместо этого человек начинает все свои деньги откладывать на черный день. А года проходят. Что видит этот человек в жизни? Ну, кроме пополняющегося, да, банковского счета. Но, ну, понимаете, да, почему, о чем я вообще говорю? Вот. Кто-то что-то еще пишет. А я пойду дальше, наверное, потому что я смотрю, мы с вами уже почти час общаемся. Ну, так вот. Вот. Еще пример негативной установки, например. Деньги уходят сквозь пальцы, как песок. Вот. То же. Ну, вот. То же самое. Деньги и я враги, например, да. Или деньги и я не друзья. И так далее. Или деньги нужны, в жизни нужны, но не очень. Ну, вот тоже ничего хорошего. Итак, что мы делаем? Мы берем негативную установку. Вот, например. Деньги в жизни нужны, но не очень. И переписываем ее на позитивную. Какую? Мой вариант. Например, да. Деньги в жизни есть всегда. Вот у кого-то, если есть вариант еще вот из позитивного, что вы сразу написали, вот уже, и вам не нужно переустанавливать, поделитесь тоже в чате. Давайте поможем друг другу, чтобы запустить этот мыслительный процесс. Тогда вам самим потом будет легче, потому что нам на самом деле очень мало осталось материала пройти, и мы заканчиваем. Поэтому предлагаю пообщаться, потому что, ну, просто вам потом самим это поможет. У кого в жизни много денег, тот же мод. Вот была, по-моему, такая установка. Как мы ее и переделываем? У кого много денег, тот, ну, хотя бы, я не знаю, счастливый человек. Или у кого много денег, тот молодец. Кто молодец? Я молодец. Понимаете? Или вот, например, подарки – это напряжно. Вот я встречала такую установку. Как можно переписать это в позитив? Подарки – это радость. У женщины деньги не водятся. Да? Я вам просто сейчас свои накидываю или то, что приходит мне на ум. Но вы, естественно, можете переписать, ну, так, как вы считаете нужным. Самое главное, чтобы там не было скрытого смысла, потому что наш ум – это восхитительная машина. И если там есть хоть какой-то момент, где можно это исказить, это обязательно будет искажено. Вот, у кого много денег, тот решает и многое вершит. Вот, отлично, спасибо большое, что это написали, потому что вот она, загвоздка. Я не знаю, честно говоря, как по-русски это называется. В английском языке это называется как catch-22. Вроде бы, смотрим, да, у кого много денег, тот решает и многое вершит. С первого взгляда все в порядке с этой установкой. Но проверяем ее от обратного. Если я сейчас в своей жизни многое не решаю и не вершу еще пока, значит, деньги мне не нужны. И именно так эту установку переделает ваш ум. Понимаете? Поэтому тут вот тоже. Вот, у женщин деньги главные друзья вариант. Вот, честно сказать, у меня была примерно такая же установка. И я работала когда с очень серьезным психологом по поводу вообще вот этой темы, откуда я это все узнала. У меня была установка «Деньги и я друзья». Примерно схоже, что то же самое, что у женщины деньги, главное друзья. Смотрите, что сказал мне психолог. Я вам озвучиваю эту точку зрения профессионала, большого профессионала в своем деле, потому что на самом деле это наше право, принимать это или нет. И вот непосредственно про себя я не стала себе менять эту установку. Но озвучить я вам должна, потому что это действительно важно. Смотрите. Деньги и я друзья. Или у женщины деньги и это друзья. Мы с друзьями что можем сделать? Мы с друзьями можем рассориться, поругаться, очень долго не общаться. Ум прекрасно знает, что с друзьями бывает по-разному. Соответственно, деньги могут то быть, то не быть, то обижаться на вас, то не обижаться. Я понятно говорю, что деньги это неодушевленный предмет и так далее. Но это будет создавать сумбур в голове, понимаете? И эта установка не будет работать четко, конкретно и прицельно. А это именно то, что мы добиваемся. Поэтому, возможно, нужно переписать хотя бы у женщины деньги лучшие друзья. Ну, хотя бы как-то так. А можно переписать у женщины деньги есть всегда. Понимаете? И тогда, установив эту установку в своей голове, Нет, нет, не у женщины деньги всегда быстро кончаются, а у женщины деньги есть всегда. Установив такую установку, вам уже не нужно будет переживать вообще ни о чем. Вы видите, как она не подразумевает никакого двоякого толкования. Все коротко, просто и ясно. Еще какие-нибудь установки хотите обсудить или двигаемся дальше? Мне осталось вам рассказать только, как именно переустановить установки. И все, и мы закончили. Пишите мне что-нибудь. Двигаемся или еще поговорим про установки. Да, интернет сегодня радует. Ладно, двигаемся дальше. Если что, у тех, кто присутствует на вебинаре, есть мой адрес электронной почты. Пишите. Я обещаю вам, что я отвечу всем. Может быть, не так сразу, как вам бы хотелось, но действительно отвечу всем. Итак, негативные установки мы переписали на позитивные, не допускающие двоякого толкования нашего ума, чтобы он не смог сыграть с нами ни в какие игры. И дальше нам осталось заменить негативные установки на позитивные. Как это сделать? Вот тут, возможно, вы тоже захотите для себя записать пару моментов. Первое и единственное, наверное, что нужно вам осознать и понять, это то, что установка интегрируется внутри нас. Что значит интегрируется? То есть проникает внутрь нас и обживается там, и после этого начинает рулить в нашей жизни. Только на большом эмоциональном фоне. Считается в среднем, что установка уходит внутрь нашего тела, внутрь нашей психики, в среднем за 30 дней. Самый минимальный срок – это 21 день. То есть после того, как вы закончили устанавливать свою установку, минимум через 21 день, и никак не раньше, можно будет сделать хоть какие-то выводы, прошла ли, например, эта установка успешно, замена негативной на позитивной. Понимаете? Или нет? Итак, если хотите, пишите. Интегрировать установку нужно 9 дней подряд. Пропускать ни одного дня нельзя. Строго 9 дней подряд. Если что-то случилось, и вы один день не сделали то, что нужно, чтобы интегрировать установку. Начинаем все сначала. Потому что психика сказала, оп-ля, это не считается. Итак, фактически, что нам нужно сделать? Нам нужно вызвать у себя очень сильный эмоциональный подъем. Притом, на самом деле, неважно, будет ли он в плюс или будет ли он в минус. Тем не менее, к чему я это говорю, что если у вас истерика и вы рыдаете, можно попробовать переустановить эту, поработать со своей установкой тоже. Ну, хоть какая-то польза, да, от истерики. Но на самом деле, конечно же, более продуктивно, что ли, переустанавливать установки именно на позитивном фоне. Как это происходит в реальности? Есть несколько вариантов. Первый. Сейчас не падайте в оморок. Да, я знаю, это тяжело. Но я сама через это прошла, и, честное слово, это возможно. И более того, это действительно работает. Я вам говорю это на своем примере, на примере многих людей, кого я наблюдала, и с кем мы в том числе в свое время проходили этот путь, и на примере многих моих подруг, которые потом по моим следам тоже изменили вот этот аспект своей жизни. Итак, 9 дней подряд мы выводим себя на сильный эмоциональный подъем. Как мы это делаем? Например, можно танцевать под громкую музыку дома и кричать в свою установку. Это на самом деле шикарный вариант, потому что, когда мы подключаем тело, автоматически расслабляется разум и легче вызвать эмоции. Ну, например, если вы включите зажигательную музыку, да, и поскачете без перерыва 20 минут, то у вас настроение поднимется. Хотите вы того или нет. Даже если вы были, скажем так, в истеричном состоянии с негативным фоном, если вы под зажигательную музыку поскачете вот так вот руками вверх, что-нибудь поделаете, да, в течение 20 минут, то однозначно ваше настроение повысится, и вы разулыбаетесь. Соответственно, можно танцевать под громкую музыку и громко кричать в свою установку. Да, соседи будут в шоке, говорю сразу. Поэтому, возможно, имеет смысл интегрировать. Один день делают это, второй день делают это и так далее. Можно бегать и кричать в свою позитивную установку. Тут тоже тело подключено. Надо только помнить, что при беге выброс эндорфина, самого вот этого гормона, происходит на 23 минуте бега. Ну, во-первых, для женщины это естественный гормон, да, во-вторых, это тот гормон, который очень замечательно переустанавливает, с помощью которого мы очень замечательно переустанавливаем все наши установки. Соответственно, что мы делаем? Если мы танцуем или бегаем, мы делаем это не меньше 25 минут. Потому что, поверьте мне, вот из моего опыта, 2-3 минуты первые, это только разогрев. В эти минуты я себя еще чувствовала, вот про себя буду говорить. Немножко как дура. Немножко, что люди скажут. И немножко, блин, вот сейчас мучаюсь-мучаюсь, а вдруг все это не сработает. Минуты через три как-то больше уже расслабляешься и входишь во вкус. Ну, потому что, почему? Потому что изначально принято решение это сделать. Принято решение изменить свою жизнь. Вот. Есть еще один вариант. Можно в машине включить очень громкую музыку, куда-то ездить и кричать в свою установку. Но не шепотом кричать, не под песню, как мы подпеваем кричать, а кричать так, чтобы всипло горло. Именно кричать. Поэтому музыка должна быть очень громкой. Ну, где-то 25-30 минут, это прям вот точно. Даже лучше, на самом деле, ориентироваться на 30 минут. Потому что, когда мы едем в машине, понимаете, у нас же тело не двигается, то есть мы рулим. Плюс ум занят на... Какая-то часть ума занята отслеживанием ситуации на дороге. И мы не можем так сильно и так быстро поднять вот этот свой эмоциональный фон, для того, чтобы вот начало меня... Чтобы вот то, что мы кричим, оно начало заходить на подкорку нашего мозга. Понимаете? Ну, в тот момент, когда я переустанавливала установки свои негативные, я исколесила всю Москву таким способом. Вот. Ну, и есть еще один способ. На самом деле, это не конечный способ. Вы можете придумать свои. Я вам просто накидала что-то, вот что люди уже делали, и что для них сработало. В том числе для меня. Можно выезжать в лес, и там просто кричать во все горло свою установку. Позитивную, естественно. Ту, которую вы хотите именно у себя установить уже. Вот. Соответственно, повторю, да? Во времени нужно кричать столько. Минимум 23 минуты. Самый минимум. Но я устанавливала всегда себе 25 минут. Чтобы и самое главное, всегда помнить, что цель этого крика, там, танца с криком и так далее, вызвать эмоциональный подъем. Понимаете? Мы, на самом деле, человек, достаточно легко программируемое существо, действительно. Если вы зададите себе цель, включив заводную музыку, не важно, что у вас до этого был плохой день, или вы не выспались, или что-то, развеселиться и начнется двигаться, то есть сердцебиение увеличится, плюс ваша цель, не важно, какой был у вас день, у вас поднимется настроение, и начнут взрываться эмоции. Я вам это говорю, потому что вот я переустановила намного больше, чем 15 своих установок, и это заняло достаточно длинное количество времени, да, потому что, смотрите, 9 дней на каждую установку. Две одновременно делать нельзя. И нужно делать так, 9 дней одну сделал, и только потом начинаешь 9 дней делать вторую. Соответственно, ну, 15 умножая на 9, да, мы уже понимаем, что впереди работа достаточно большая. Параллельно делать нельзя еще раз. Начинаем мы всегда с тех установок, которые вы больше всего хотите изменить, те, которые больше всего вас торгуют, можно сказать, да, вот, которые прям, вы считаете, ну, не должны быть в вашей жизни. То есть, вот так вот, по степени важности. Не по цифрам 1, 2, 3, а по степени важности. И после этого, через 21 день можно, конечно, наблюдать, но жизнь начнет меняться, действительно, через 108 дней, после того, как вы закончите устанавливать установку. Ну, и, соответственно, если у вас все 15 нужно переустановить, или там 10, и вы переустановите только парочку, то не ждите глобальных изменений в своей жизни. Понимаете же, да? Вот. Мы на этом заканчиваем. Единственное, что хотелось бы в конце сказать, помните, что только действие меняет нашу жизнь. И если ничего не делать, то ничего и не изменится. Поэтому, если мы хотим изменить что-то в будущем, то нужно сейчас уже делать то, то, что мы раньше никогда не делали. Потому что все, что мы делали раньше, привело к такой жизни, в которой мы живем сейчас. Соответственно, если мы хотим для себя другой жизни, неважно, в какой области нашей жизни, то мы должны делать что-то по-другому. Мы должны прикладывать усилия. Мы должны действовать. Вот. У меня на этом все, дорогие друзья. Поэтому, если есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в чате. Если нет, то я с вами прощаюсь. Для тех, напоминаю, да, что я действительно буду проверять почту, если вы вдруг решите прислать мне свои переписанные установки и помогу вам их действительно переписать в позитивном ключе. Или же просто сказать, что вы молодец, переписали все правильно. Сейчас чат немножко пишет. Посмотрим, может быть, какие-то есть вопросы. Будем прощаться. Для тех, кому нужно идти, не бойтесь смело отключать. Идите, если у вас никаких вопросов нет. Да, можно, если вы знаете мои номера телефонов и так далее, и так далее. Любыми способами, какими вы... У вас есть мои контакты, можно писать. Я давала просто свою почту для тех, кто меня совсем не знает. Можно любыми способами. Хорошая шутка тут пишет. Можно установка? Установку хочу избавиться от ипотеки до конца лета. Нет, потому что это от слова хочу. Это желание. Это не установка. А установка это то, во что вы верите в данный момент. Хотите вы этого или нет. Нет, это будет неправильно, к сожалению. Смотрите, установка это то, что у вас... Помните, я говорила, что я говорю первую часть предложения, а вы дописываете первое, что приходит на ум. Простите. Установка это не ваше желание. Это не ваши пожелания и там, хотелки. Это то, что, к сожалению, уже внутри вас. Соответственно, про ипотеку я даже... Это однозначно ответ нет. Но, конечно, вы от нее избавитесь. Но вы от нее избавитесь как? Поработав со своими установками, которые приведут к тому, что карта реальности у вас изменится, что начнут приходить другие мысли в голову, что вы начнете видеть совершенно другие возможности в жизни. Вот, кстати, про возможности жизни. Забыла рассказать вам эту историю. Проводила я как-то тренинг на тему взаимоотношений мужчин и женщин. И отправляла девушек, вот, для тех, кто живет в Москве, скажу, есть такой сеть в супермаркетах Азбука Вкуса, которые считаются, ну, я не знаю, там, крутыми, элитными, дорогими и так далее. Но прелесть, на самом деле, этой сети Азбуки Вкуса заключается в том, что у них действительно потрясающее и очень хорошего качества собственная кухня, то есть, которая режет салатики и тралевали. И что происходит после 10-11 часов вечера во многих Азбуках Вкуса? То, что холостые, богатые мужчины, которые закончили свой рабочий день, и, естественно, не готовят дома им никуда идти. Заезжают туда, чтобы взять себе ужин, завтрак и так далее. И где знакомятся в Москве отлично просто с такого рода мужчинами? В Азбуке Вкуса после 10 часов вечера. Соответственно, дав все инструкции и так далее, девушки идут в Азбуку Вкуса. И вот тут действительно вступает в игру карта реальности. Кто-то заходит в Азбуку Вкуса, приходит и говорит, «Обалдеть! Никогда бы в жизни не подумала, что столько мужиков, притом холостых, и действительно не против познакомиться, скажем так, в Азбуке Вкуса, блин! Да что же мне раньше об этом никто не сказал, понимаете? А кто-то приходит и говорит, «Я каждый день ходила в эту Азбуку Вкуса, кроме трех очкариков, скажем так, которые купили по пачке молока, никого там не увидела». А почему? Потому что карта реальности другая. Она, конечно же, строится из-за много чего еще, помимо установок. Но установки играют очень важную роль. И поэтому от ипотеки, конечно же, вы избавитесь. Но только тогда, когда внутри будет другое восприятие реальности. Соответственно, реальность поменяется снаружи. Да, ипотека никуда не исчезнет и не растворится. Но вы увидите новые возможности зарабатывания денег. Вы допустите существование чуда в своей жизни, что кто-то может прийти и просто подарить вам эти деньги. И это действительно происходит. Я лично была свидетелем в кафе, правда не здесь, а в Австралии, где я прожила много лет, как девушке подарил совершенно незнакомый мужчина автомобиль. При этом для меня тогда, я смотрела, мы были еще юными, где-то нам лет по 20 было. Я смотрела с выпученными глазами и не могла поверить, что такое бывает. Как это вообще? Понимаете? А она спокойно взяла документы, ключи на этот автомобиль и попросила меня ее подбросить, потому что нужно поехать что-то там, то ли права забрать, чтобы поехать его на себя переоформить. Все. При этом она не оставила этому мужчине даже номер своего телефона. Ну, это я к тому, что из разряда, как любят говорить, что женщина одним местом только может зарабатывать. Нет, просто действительно, в моей карте реальности, наверное, такого нет до сих пор. Я вот рассказываю вам, вспоминаю эту историю и до сих пор испытываю вот какие-то такие эмоции, удивление и шока. А для нее это было нормально, понимаете? Карта реальности другая. Так что, друзья мои, хорошо, давайте прощаться, давайте работать над нашими картами реальности. Да, нелегко. Да, надо напрячься и как-то вот что-то сделать. Да, нужно проявить силу воли. Но в конце концов, хотя бы мы знаем, у нас есть варианты, у нас есть информация, то, что можно сделать со своей жизнью. Гораздо хуже в этой жизни жить, не обладая такой информацией, не понимая, как можно что-то исправить. У вас есть вот один из ключей. Давайте работать. Все, всем удачи, всем богатства, всем успешного переустановления своих установок. Если нужна моя помощь, вы, пожалуйста, мне пишите. Все, всем пока, всех люблю. Всем спасибо.